Я хотел бы сегодня начать очень бы достаточно интересную и больную тему для украинской социальной вообще группы в целом, да, айтишной. Это любимый батл аутсорсинг с продуктами вместо продуктов, за продукты, против продуктов. Ну, у них там прям миллион всего, где круче работать, это непрекращающийся спор абсолютно никогда. Вот, непрекращающийся, ну, примерно как битва между фанатами Apple и Samsung. Вот, логические аргументы уже все закончились давно, вот, и выходят на первую эстетические, зато у моего телефона ушки. Вот, это говорят владельцы нового айфона, вот, и это прекрасно. И мы сегодня не будем входить в состояние спора, да. Я попытаюсь очень сильно по фактам пройтись, вот, потому что я так или иначе работал в парочке продуктовых компаний. Я расскажу немножечко об этом, да. Вот, и у меня была своя продуктовая компания, когда еще, ну, очень давно, когда я был молодым и зеленым, мы делали продукт, мы развивались, мы набили все шишки, которые я теперь знаю, как они, по крайней мере, я теперь знаю, как они называются правильно. Вот, и так или иначе я постоянно попадал в аутсорсинговые компании. А давайте расскажу вот так. Вот, это я, вот, я работал в, вот сейчас работаю в компании DateArt, которых я, ребят, знаю, 10 лет уже примерно, вот, и на открытии киевского офиса я был вот здесь. Вот, здесь было хорошо и интересно, я был моложе чуть-чуть, вот. Вот, я работал в Wargaming, я вижу, приятно видеть друзей и коллег из Wargaming, вот, в LovaLogic, это был Харьков, вот, и в Люксофте здесь, в Киеве, поэтому, в общем-то, как-то жизнь помотала немножечко. И это постоянно были переходы какие-то продуктовые аутсорсинговые, продуктовые аутсорсинговые. Как-то не получалось, у меня постоянно найти вот эту самую золотую середину, поэтому я, человек, который вот, вот, мигрирует туда-сюда, сегодня попытаюсь рассказать, что я заметил, а вот почти год уже интегрированной направленности работы внутри DateArt над этой темой, дало совсем неожиданные результаты. Надеюсь, я не сболтну ничего лишнего, вот, и не выдав никаких корпоративных секретов. Если выдам, там есть специальные люди, они меня пристрелят в задних ходах. Сразу же. Чужая, ну, так поплыло-то, да ладно. Давайте начнем из самого первого. Все-таки украинское IT-сообщество, оно сформировано аутсорсингом. Ну, чего не говори, подавляющее большинство распределения и так далее. Но плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом, и плохо тот айтишник, который не хочет написать свой продукт и стать миллионером, а лучше миллиардером. Но это вполне обоснованное нормальное желание. Почему продукты? Да? Потому что возьмем хотя бы, ну, моя любимая, это ошибка выжившего. Все же знают, кто такая ошибка выжившего. Историю и книги пишут успешные люди. И очень часто им просто повезло. Они, конечно, не хотят этого признавать. И они не видят в этом, они видят в этом только свой упорный труд, когда они много старались и так далее. Ну, все мы хотим. Мы все хотим сделать аналог снэпчата. Ну, кто, кстати, пользуется снэпчатом? Поднимите руку. Вот, да. Вот, вот, вот. Это идеальный тест, насколько вы понимаете, молодую аудиторию. Не делайте ничего для подростков. Все, точка. Просто у этих людей уже сформирована другая потребность. Продукты нам дают что? Масштабирование, быструю прибыль. Аутсорсинг – это сервисный бизнес. Сервисный бизнес всегда масштабируется только размером. Вам для того, чтобы в 10 раз больше клиентов обработать, надо иногда в 8 раз больше людей или даже в 12 раз больше людей, потому что все масштабируется нелинейно. Ну, то есть, я вот, не знаю, возьмите даже, ну, ладно, не выйдем пока. Вот, это известность. Вот, ну, ты такой, где ты работаешь? Ну, ну, в E-Pam, ну, в DTR. Ну, ну, да, ну, вот, вот. Где, говоришь? Я в Snapchat или в Facebook. Все равно в Facebook. А на самом-то деле ты делаешь, может быть, еще более скучную работу, чем здесь. А, скорее всего, так и есть. Люди, которые работают в продуктовой компании, знают, что там очень много скучной обычной работы, она никуда не девается. Но есть у них Rewall некий RDS. Ну, и, конечно, казалось бы, свободно. И все хотят вот тот самый Multiplier Effect, взять продукт, быть с ним успешным, получить много денег. Это нормально, это хорошее желание. И каждая аутсорсинговая компания пытается решить его по-своему. Да? Ну, вы же знаете же примеры, когда наши аутсорсинговые компании что делают? Они запускают внутренние стартапы. Они делают всякие внутренние инкубаторы. Когда что-то получается, они отделяют компании, или они покупают какие-то консалтинговые компании. В том числе, E-Pam купил несколько, ну, чтобы вы знаете, да? То есть люди развиваются и пытаются это сделать. Они ищут выход на этот вопрос. Правда, все бизнесы разные. Вот. А при этом, ну, и вся масса людей тоже мечтает о продуктах. И это очень интересно. Вот. Ну, я немножечко рассказал. Когда мы говорим о продуктовых сервисах, вот, для меня лично, когда ты приходишь в продуктовую компанию, в отличие от, вот, вот, чем, вот, сразу. Первая лакмусовая бумажка, по которой можно понять вообще, насколько ваша компания готова к продуктовой разработке, насколько ваши люди готовы. Вот, представьте себе, я немножко не по слайдам сейчас пойду, вы приходите к человеку, который владелец бизнеса. Любого барбершопа, вот, не приведи господи, или вот этой таврии на колесах, которая кофеечек разводит на местах. Это нормальный, вполне себе законный, законный, легальный бизнес. Вот. И вы приходите, и вы ему задаете вопросы. Сколько ты зарабатываешь? Он знает на это ответ. Прекрасно. Да, дальше вы уходите в тотальный. Сколько у тебя в среднем в день клиентов? Какой средний чек? Какие твои операционные расходы? Да? Какие внезапные рисковые расходы? И тогда человек, в общем-то, потому что бизнес-модель простая. Тебе важно найти хорошее, правильное место, где вставить свою таврию. Да? Присосаться к потоку. Да? Почему вот Макдональдс делает во всех торговых центрах больше денег, чем все магазины вместе взятые? Что весь поток хочет есть, и он туда заворачивает. Вот. В Милане, вот, ты стоишь дома, да? И в одном торговом центре магазин Луи Виттон, и рядом с ним Макдональдс в 4 раза больше. И Макдональдс делает тупо в 5 раз больше денег, чем Луи Виттон. Вот. Просто потому, что их много. И это вопросы, которые люди, которые работают в продукте, они должны знать. На основании этих показателей принимаются все решения. Приехал чувак на своей таврии куда-нибудь к одному месту. Постоял. Не клюет, да? То есть, вроде люди ходят, да? У него потенциальный эквизишен очень большой. Ну, поток идет. А конверсии в чашечке кофе не происходит. Ну, то есть, люди проходят мимо. Или там где-то рядом более вкусная кофейня. Или у них, например, в офисе стоит более вкусное кофе. Ну, а более вкусный кофе так бывает, чем в этой штуковине, да? И он, что он делает? Ему надо думать или менять формат услуги. Одеть хипстерские очки. Назвать себя баристой. Кофе хранить вместе со стручками ванили. И говорить, что это теперь хипстерский кофе. И он стоит теперь 70 гривен за кружку. И вы вот будете его покупать. Это изменение целевой аудитории, да? Или value proposition. Или он что-то поднимает свою таврию и чешет в другое место. Все понятно. Он эти все решения, все фичи своего продукта, да, это положение, фичи с точки зрения кофе и так далее, он фичи своего продукта меняет, зная, что происходит. То есть, как на его value proposition реагирует рынок? Возьмем любой другой продукт. Ну, не знаю. Вот booking, например. Мне повезло побыть на семинаре от booking, когда ребята рассказывали про свои системы crazy AB-тестов. Вот booking находится в... У них нет тестеров. В booking нет тестеров. И любой программер может запулить код на продакшен. Одним движением. Все. И не то, чтобы у них не было идиотов. Не-не-не. То есть, вся система построена на том, что каждый человек, ты как только запуливаешь какой-то код, он не сразу становится... Ну, на всех показах. Да, он уходит в ротацию. Как с AB-тестами. Только их миллионы вариантов AB-тестов. Он сказал, что если перемножить все варианты, которые готовы сейчас в продакшене, будет чуть-чуть больше, чем людей на земле. Вот. И... Все. Все его изменения идет в AB-тест с другими ребятами. И смотрят на один параметр. Конверсию в заказы. Если конверсия в заказы с этой фичей выше, на нее начинает нарастать трафик. Вот. Ну, робот распределяет. Если сравнивать... Ну, ниже, он аккуратненько оп-оп-оп-оп из ротации убрал. И ему пришло письмо. Спасибо. Твоя идея провалилась. Неважно. Это было бага. Это было что. Он спокойно ушел домой. Сама его система отбросила. Вот. Это говорит о том, что показатель бизнеса, да, он становится доступным. Он становится мерой принятия решений для человека, который решает делать это, делать то или вообще ничего не делать. Это, кстати, тоже иногда лучшая стратегия, чем писать дебильный фичик. Вот. И, ну, немножечко, опять же, сбивая рассказ, пес с ними слайдами, да. Вот. Теперь я хочу вот этот вот майндсет. Представьте себе. Вы владелец вот этой таврии. Ну, или бог с ним, если владельцем себя не можете представить, представьте, что вы арендатор. Вот. Вы арендатор, человек, который арендует эту таврию и пытается с нее вместе со своим сервисом продажи кофе что-то заработать. И я попытаюсь, конечно, проводить параллели с аутсорсингом, параллели с этим, но пока нам будет вполне достаточно. И вы прекрасно понимаете. Вот вы представьте, вы SEO этой таврии. Ну, мне кажется, не очень сложно, да. Это не SpaceX запустить. Вы представьте, что вы вот SEO человек, который... И вдруг, вдруг, вы решили передать это на аутсорс. У вас теперь три таврии. Три. Как вы думаете, какую информацию вы должны этим людям передать, чтобы они были эффективны? Всю. Такой берешь, такой, копий, паст. Он говорит, я не люблю баклажаны, теперь любишь. Вот. Что еще? Какую информацию? Вот представьте, вы перед... У вас теперь две таврии. И опять, если очень сложная конструкция, вы не кивайте. Вы говорите, нет, не могу себе представить. Вы вот... И кого-то на суп подряд подаете, все, теперь ты владелец. Вот, не владелец. Нет. Вы выполняешь? Вот тебе эту таврию теперь развивай. Я хочу, чтобы мы поработали вместе, у нас их стало три. Какую информацию вы должны передать, чтобы человек... Какую? Молодец. Вот. Вот. Кто наши потребители? Да. Кто покупает у нас кофе? Ну, например. Где они находятся? Ну, этот... Он говорит, я ездил, вот уже вот там стоял, да, не шло. А вот здесь вроде ничего. Есть еще пара таких же мест, в которых должно быть нормально. Еще. Какую? Там, типа, заливать воду какую? Ну, это, по крайней мере, вы хотите в это верить. Как потребители этого кофе, да? Да, да, грабли. То есть, чувак, когда видишь, едут менты, отворачиваются. Ну, не знаю. Или когда подходят три каких-то копника, прячь деньги. Ну, whatever, да? Это эти вещи, которые могут произойти. Представили? Хорошо эту картину. Вы какую информацию передаете? Бизнес-вэлю информация. Вы даете информацию, на которую человек может принимать решение о том, как этот продукт, ну, или сервис, поставлять в мир. Теперь выныривайте, пожалуйста, из состояния я вот CEO двух таврий. Оно приятно, я понимаю. Вы теперь аутсорсинговая типичная команда, в которой вы, большинство из вас, работаете. Какая это информация? Почему владелец таврии передает эту информацию своему вот-вот подчиненному, для того, чтобы он это выбрал? И шел бизнес. Какую информацию надо передать вам, чтобы шел бизнес? Во. Не, бизнес-цель, хорошо, вот тебе таврия, делай бабло. Да. Во. Вот. Это мы передали типичную, а это называется, даже если мы с процессом вдруг переходим, бизнес-вижен и target audience. Но что-то мы назвали не только это. Мы еще очень много опирались на вопрос, ребята, на основании каких характеристик показывать, что продукт надо подстраивать или менять. В данном случае покупают в количество средних покупок в день. Ну, то есть у них эксперименты ставятся очень быстро. Он приехал на одно место, целый день провел. Он даже может корреляцию с погодой, да? Ну, типа, в дождливую погоду кофе покупают хуже. Казалось бы, ну, не надо быть коперником. Вот. И в этот момент я каждый раз, когда прихожу в аутсорсинговые команды, я пытаюсь задать один и тот же вопрос. На основании каких критериев, да, будут приниматься решения об изменении продукта? и все-таки я же не спрашиваю от кого. Я спрашиваю на основании каких критериев. Вот, вот, я к этому подвожу, видишь, а ты оп, и подыграл. Вот. И наступает, я вам честно признаюсь, и в продуктовых командах не везде так. ну вот, чтобы не гнобить наш аутсорсинг, да, вот. Далеко не во всех продуктовых командах эта информация понятна. О боже. Андрей, кому? Хватит инстаграммить. Вот. И в продуктовых не всегда, а в аутсорсинговых, и поэтому, когда вот это все происходит, вот, вот у нас появляется в аутсорсинге вот этот любимый проект менеджер, мой типичный, человек, который, в принципе, его задача абсолютно о другом. Ну, его бизнес-показатель, его бизнес-цели не об этом. Вот. Появляется очень большой разрыв. Вот она, Таврия. Вот эти мы здания, когда вот Таврии совсем передаем, а тут не передаем. Но Таврия, черт возьми, стоит, ну, 20 тысяч гривен, а наша аутсорсинговая команда в 10 человек может сжечь 50 килобаксов легко в месяц. Вот в этом на самом деле вот вопросы про бизнес. Я на самом деле вот после вот этих могу вообще закончить весь доклад. Я все, что хотел, рассказал. Спасибо, вот придумал по ходу Таврию и еще вам на каком-то примере показал. Кому задать вопрос о бизнес-характеристиках продукта, он успешен или нет? Кому в вашей команде это задать? Ну, вот есть у вас нормальная аутсорсинговая построенная команда, которая делает какой-то продукт, люди, веря в него, приносят вам там по x килобаксов в месяц, ну, в зависимости от размера команды. Может быть, даже очень много килобаксов в месяц, если очень большая команда. И главный вопрос, кому задать этот вопрос? Теоретически да. Да. Сейчас, подожди, это еще, это еще даже не... Второе, кто будет эти вопросы задавать? Все, я собрался и ухожу. Знаешь, а зачем нас медицинский лидинг человек оп и в окно вышел? Наконец-то я он осознал все библиотчетное свое существование. Второе, не менее интересное вопрос, а кто будет задавать эти вопросы? Ну вот, есть у вас продукт, вы разрабатываете. Кто? Project Manager. У него и так своя там... Да, а еще знаете, что классное? Кто еще поймет, правильно он ответил или нет? Вот этот вопрос меня вообще убивает. Да, да, да. Вот, кто поймет, он правильно еще ответил по теме или нет? Да. А уже некому отвечать. вся функция, я делаю это веселым, да, для того, чтобы мы пытались, ну все-таки пятница, вечер, я делаю это веселым, только для того, чтобы не было так страшно. Вот. Функция, зачем мы это делаем, и вот то, что я люблю называть трясибилити от бизнес-видения до показателей, вот на Тавре очень хорошо понятно. Я хочу кушать, я хочу кушать вкусно, и поэтому мне за Таврю надо еще кредит отдавать, да, и работать. Вот, тут очень понятно, связь, очень быстрый цикл обратной связи между твоими действиями и деньгами. Ну, стал в хорошем месте, нафармил попла, стал в плохом месте, не нафармил, ты на второй день, ну, может, ты упорный, приедешь на второй день, ну, скажешь, тебе не повезло, да, ну, вот здесь происходит разрыв. Ну, то есть, ты вопрос там задаешь сам себе. Вот так. А вдруг ты решил вот этих ребят, ну, размасштабировать, это еще не аутсорсинг, да, ну, вот представим, ты им задаешь эти параметры, потом ты начинаешь продавать франшизу. Таврий. Вот, все, вы создали успешный бизнес, франшиза миллион. Ну, вот, прекрасно. И у вас сто процентов появятся вот эти вопросы о бизнес-показателях, потому что для того, чтобы франшиза из вас, вам надо передавать знания, да, вот вы попробуйте открыть Макдональдс. Макдональдс, ну, это операционный бизнес, у них расписан все. Как и где поставить под каким углом стоечку, как, все расписано. Вот, это операционный бизнес, он понятен. У нас все-таки бизнес-создание продуктов, он инновативен. Ну, по крайней мере, мы хотим так думать в большинстве своих случаев. Вот, он инновативен. И мы создаем каждый раз что-то новое. И вот в этом и заключается, что коин, мы не можем создать что-то новое, не передавая этот контекст. А пока, ну, в большинстве наших ролей, в большинстве наших комплементаций, я говорю сейчас не только А во многих компаниях, где я встречался, я знаю очень многих там владельцев компаний, ну, так, по нетворкингу вышло. Вот, и получается, вот эта функция никем не закрыта. Как мы понимаем, еще, правда, это умножается еще более плохим вещем. Большинство продуктов, которые мы создаем, у них цикл обратной связи очень длинный. Вот, если вот, вот, с кофе очень быстрый цикл, например, здесь и сегодня. Вот. Когда мы работали в Wargaming с ребятами, там цикл обратной связи, особенно на игру, длиннее, да, пользователи не уходят моментально, если игра вдруг стала ужасно, они аккуратно начинают отсеиваться там в долях, в процентах, вы начинаете замечать, как аудитория вымывается. И вот надо где-то понять, это чуть-чуть сезонно и связано с какими-то внешними активностями или это где-то ты налажал. Потому что исправить ты это можешь в лучшем случае месяца через полтора, когда следующий патч. Это в лучшем случае, а так через 3-6. Вот. Цикл обратной связи очень длинный. Вот. Ставрии понятно, Ставрии простой пример. А вот, когда вы делаете свой продукт, там цикл обратной связи может быть намного. Все, я все сказал. Ну, то есть, основная мысль, почему у аутсорсинговых компаний не получается делать продукты, потому что продукты это бизнес. А бизнес надо, ну, то есть, бизнес надо следить. Мы хорошо, прекрасно умеем следить за технической частью. У нас есть Continuous Integration, у нас есть всякие там хуки на коммиты повешены для того, чтобы гадостей нет. У нас есть джигры всякие, там трек, трелла, которые трекают таски, чтобы мы ничего не потеряли. Технологическая составляющая этого всего это наша компетенция, мы все хорошо. А когда дело доходит до продукта, то объяснить, почему мы должны делать вот это и почему именно это, а не вот то, для этого нужен контекст. И как это сделать. Вот. Мы даже сегодня с ребятами тут тренировались, было очень интересно, потому что как это сделать, есть очень много способов, даже без кода. просто без кода. Ну, нам не надо его писать. Ну, ладно. Я там, конечно, поумничать, вот, и закончить, но надо что-то какую-то больше информации дать, я быстренько пройдусь, на самом деле, как мы до этого дошли, как мы это осознавали. Вот. То, что я вам рассказал про, про, проблему вот наших аутсорсов и компаний. Причем, надо сказать, что эта проблема не является пороком. мы честно все создаем продукты, да, мы честно все создаем софтвер и создаем услугу, оказываем. И она вполне себе законная и хорошая. Ею пользуются, значит, она востребована. Ну, мы правда это делаем. Ну, то есть, вот мы бы все здесь не сидели, мы бы не слушали, если бы этот софт никому был не нужен. Да, люди, ну, наши клиенты в том числе нам помогают, делая вот эту работу и нам передавая знания. То есть, ничего плохого в том, что мы не делаем продукты, тоже нет. Вот. Да, мы занимаемся чистым, честным аутсорсингом. Что плохого-то в этом? Вот. Да, ну, первое и самое интересное, что, знаете, вот эти открытия, когда ты вот переходишь с чисто управленческой сервисной такой модели и пытаешься сделать продукт. Первое открытие не софтом единым. Ребята не дадут соврать, вот, в том же варгейминге, да, очень много вещей. Мы сначала были молодые, дерзкие, гордые, много денег было. Вот. И все писали сами с нуля. Вот. Потом мы поняли, что большинство решений не надо было делать, а большинство можно было бы купить. Вот. Ну, вот просто не надо их делать. Ну, то есть, возьмите, купите, поиспользуйте чужой сервис. Проверьте, что он нужен. Но мы же сразу делаем кучу ассамшенов, и уходим. Вот. Что происходит и что происходит за пределами Software Development Life Cycle, мы тоже не сильно задумываемся. Наша работа заканчивалась, когда? Когда, ну, ладно, не коммит был сделан, да? Ну, по крайней мере, протестировали это. Это очень похоже на состояние девелопера и тестера. У них состояние сделано разное, да? Вот у Project Manager и у Product Manager задачи закрыты, критерии качества достигнуты. Пацаны, я все. Приходит Product Manager, а у него критерии качества. вот такие. Вот, вот, бизнес-показатель. Я все ждал про Таврию, когда мы вспомнили. Бизнес-показатели. И он может, кстати, на самом деле, прикольные вещи, бизнес-показатели достичь даже без софта. Ну, вдруг магия. Он чат-бота создал на чат-фьюэле. И все. Нафиг вы ему нужны. Вот. И его как раз показатели это денежки. Ну, и я говорю, вот, софтвер нам не всегда нужно для того, чтобы... Когда люди доходят до этой мысли, очень часто приходят, нам нужно образование. Вот, чтобы понимать бизнес. Правильно? Ну, то есть, вот, вот, все, мы теперь не софтвер, мы продактовый дебют, продактовый это про бизнес, давайте бизнес учить. Учешем там бизнес-школы и так далее. Это прекрасное начинание. Ну, правда, прекрасное. Всегда учиться, несмотря на то, что-то достаточно дорого, если хорошая бизнес-школа. Вот. Ты приходишь, учишь бизнес, но вы учите, какой бизнес? идеально. Общий. Да, то есть, общий концептор, как примерно общая концепция project management, которая нам PMBOOK впаривает, говорит, он подходит и для стройки, и для software development процессов. Только вот так вот он просто не подходит, и вы все прекрасно это понимаете. Мы, когда учимся, да, вот, нам дают общее образование, и оно правильно, особенно в плане финансов и маркетинга. Вот люди, которые работают у нас в финансовом маркетинге, они считают их гуманитариями, ну, немножко профессии немножечко пониже, чем ты. Это нормальные, все, вы же помните, все люди, которые принадлежат какой-нибудь касте, они считают другие касты немножко ниже. Это нормальная групповая динамика человеческого организма. Извините, обезьяны еще не из всех вышли, а точнее, не вышли ни из кого. А потом приходит осознание о том, что на самом деле все продукты создаются по одинаковому, по одинаковому шаблону. Как есть проекты, которые надо понимать, так и продукты. Я здесь специально вот внедрил вот такую штуковину. Есть классическое управление продуктом, как фирма, а есть вот agile. Его можно потом как-нибудь погуглить. Я очень редко вижу, это стартаперы, все-таки для стартаперов больше. Это связь с дизайн-пинкингом, Lean UX и agile разработки. Что здесь происходит? И потом, когда вы выучили бизнес, когда вы выучили это, к вам приходит еще одна штуковина. Есть два типа продуктов. Два. Хаос первого и второго уровня. Тут спасибо Мишу Завилейскому, который проводил для меня, так сказать, ликбез. Вот. Он человек с статистическим прошлым. Да, он математик. Вот. И очень много думает, в отличие от меня, когда я много очень говорю. хаос первого и второго порядка. Это очень хорошо видно на B2C проектах. B2C проект это чаще всего хаос первого порядка. И ваши таврии это хаос первого порядка. Вы можете отследить зависимости, не обязательно прямое влияние, но зависимости и корреляции между несколькими вещами, которые влияют на ваш продукт. То есть, вы сделали вот это, мир как-то подстроился, вот этот хаос произошел, и влияние, по крайней мере, хоть какое-то есть. Есть хаос второго порядка. Ну, и вот, а, и очень важная штука, но видите, слависки мне помогли. Там работают методологии. Все методологии продакт-менеджмента рассчитаны на хаос первого порядка. Когда между твоими действиями и реакцией пользователей есть логическая объяснимая взаимосвязь, которую ЦИИ простроил. Ну, то есть, ты сделал плохо, они не покупают. Ты сделал хорошо, они покупают. А есть хаос второго порядка. И он совсем плохой. Хаос второго порядка это большинство B2B систем. Вот. Когда никак не связано то, что вы сделали с влиянием пользователей. Ну, вообще с тем, как они ответят. Потому что там есть процессы, которых вы ничего не понимаете, и построить между ними корреляцию нельзя. Вот. И не, вы строите, ну, как эти люди, которые с ошибкой выжившего. Вот. Ну, им кажется, что они управляли этим всем процессом. Вот. Вы строите. Ну, для меня это было самое большое открытие, наверное, последнего года. Вот. Когда я осознал, что вот есть два абсолютно процесса, независимых управления проектом. И, кстати, я думаю, с проектами, не только с продуктами. Это то же самое. Я где-то в глубине своей project manager с этой душонки, теперь подозреваю, что есть это. Есть проекты, которые методологически работают, вот, потому что мы хотя бы вот этим набором, они видим их влияние, этих факторов. Мы не можем их выделить, мы не можем их убрать, мы хотя бы видим их влияние. А есть не работают. И методологии там не работают. Именно для этого, для этого, вот, ну, пытаются придумать вот эту интерпренерскую модель. Вот. И для этого у нас еще, все еще есть люди, которые называются продажники, которые приходят и продают лично. Я вижу, что загрузил немножко. Это очень, очень, по сравнению с Таврой чуть-чуть сложнее стало. Вот. Так вот. Давайте вернемся. Я закончу и передам слово Тане, потому что нам хочется сделать две стороны этого отразить. Product management как сервис от аутсорсинговых компаний. Если мы говорим о том, что мы хотим разрабатывать продукты. Можно самому разрабатывать продукты, да, но тогда вот аутсорсинговая компания станет денежным донором продуктовой компании. Ну, то есть, просто источником инвестиций. Да? То есть, если вот аутсорсинговая компания начинает делать продукт свой какой-нибудь. Ну, то есть, они с одного бизнеса, который деньги заработали, инвестируют в другое. Нормальное инвестиционное деятельное. Там нет, правда, эту команду надо отсадить, ее надо вынести за пределы текущей аутсорсинговой команды, вот, изолировать ее, потому что, ну, влияние этих групп, оно будет достаточно сильным. А есть второе. Мы попытаемся сделать продуктовый бизнес как сервис, да, помогать нашему клиенту создавать продукты. Вот. К сожалению, это требует немножечко другого подхода. Во-первых, ну, когда мы уж говорим о том, что мы создаем продукт, мы, во-первых, достаточно глубоко должны погрузиться в бизнес. Я думаю, вот, пример, ставри и кофе вы вынесете сегодня с собой. Да? То есть, тебе не просто достаточно спросить, чувак, у тебя права есть? Да. Ну, типа, C++ умеешь? Да. На тебе, ключи есть. Мы еще к нему вместе с этим передаем набор знаний, которые для нас обязательны, чтобы делать этот бизнес. Вот. И это совсем другая бизнес-модель. Эти люди должны для нас, да, они должны ее понимать, они должны понимать, как измеряется ее успех, они должны понимать, как происходит корреляция между их действиями и результатом этого бизнеса. Вот. И только тогда мы как партнеры, потому что уже невозможно на этого человека кричать, да, он вместе с тобой принимает эти решения. Вот. О том, как развивать бизнес, пусть и удаленно. И в этот момент можно говорить о разделении рисков и прибыли. Вот. До этого момента мы не занимаемся продукт-девелопментом, мы занимаемся качественным угадыванием. Вот вы сейчас меня, наверное, будете не совсем согласны. Мы занимаемся качественным угадыванием в переводе с языка, который нам донес продукт-оунар с их стороны. Что надо сделать? Если он хороший продукт-оунар и смог до нас донести, то бизнес будет двигаться в том направлении, как он. Если он не очень хороший и не смог до нас донести, мы вот так бросаем монетку, взлетит, не взлетит. Оп. Вот. Только эта монетка каждый раз 10 тысяч долларов. Оп. Не взлетела. Оп. Взлетела. И так далее. Ну и на самом деле дальше еще 150 уровней, которые вы будете открывать, когда вы будете рассматривать продукт-оунар как это. Но я сейчас попрошу Таню, мы с ней не сговариваясь. Ну, как мы говорим. Вот так вышло, да? А я перед нами не могу. Вот так вышло, что когда мы говорили об этой день и готовились, Таня знает много и умеет много и с другой стороны. А как с командой это вы? Вот я сейчас поговорил о процессе. И ключевое слово процесса, кому задать вопрос, как идет бизнес, кто его будет задавать и кто поймет правильный ли ответ. Если в вашей компании нет таких людей, вы не можете делать продукт-оунаргинский как сервис. Ну, просто не можете. Потому что вы не делаете продукт-оунаргинский, вы делаете качественное удаление. Как вы это маркетингово запакуете, это ваша сложность, фантазия. Вот. И поэтому Таня сейчас будет рассказывать как раз о людях, которые это все будут делать, если вы все-таки делаете продукт-оунаргинский. Всем добрый вечер. Пока переключается презентация, собственно, на пару слов, чем я занимаюсь в DataArte. Я в DataArte delivery manager. То есть я захожу, собственно, с точки зрения какой-то проектной, с точки зрения проектного менеджмента. Ну, и как бы в DataArte, я тот человек, который отвечает за успех проекта, так как оно у нас построено. И поэтому мы очень много внимания, собственно, уделяем, когда мы пытаемся делать продукты как сервисы, командам, и как мы вообще строим эти команды. И поэтому, ну, как бы я бы так выделила каких-то три основных момента. Это мы поговорим про культуру, про команды и про майнсет. Собственно, как мы вот в головах пытаемся все это менять. Почему мы про это говорим? потому что, если взять рынок стран СНГ, то, наверное, в основном все-таки там обитают люди как бы аутсорсингового мышления, потому что процент продуктовых компаний у нас очень маленький. Соответственно, в основном у нас люди, которые переходят из аутсорсинга в аутсорсинг, выросли в каком-то аутсорсинге, и у них имеется какая-то своя культура, свой майнсет, и когда мы приходим к product to the service, у нас начинаются с этим какие-то небольшие проблемы. И, собственно, в чем проблема? То есть многие-многие годы мы смотрим, что у нас есть технологии, у нас есть тулы, у нас все есть. Мы взяли команду, то есть мы взяли у них там резюме хорошее, они прошли все интервью, как бы все отлично, технологически вообще. Команду мы собрали, мы поставили процессы, то есть мы взяли правильных проектных менеджеров, они сказали, тут будет скрам, внедрили скрам, ну, в результате вот заказчик просто приходит и говорит, ребята, ну, оно не работает. Ну, ну, как? Вот, вот команда, вот процессы, в чем проблема? Он говорит, я не знаю, как бы, но не работает. И вот вопрос тогда, а что, собственно, нужно бизнесу, да, то есть что бизнес от нас где-то ожидает? И где-то вопрос аутсорсинга, что они говорят, ну, вот если поставить пять человек, оно должно работать. А бизнес на самом деле мыслит какими-то категориями, что я вообще вот хотел качельку, тут вы что-то сделали, и поэтому оно теперь не работает. А поскольку я не технический, то есть у нас, например, есть очень много не технических клиентов, имеется в виду люди, которые ничего не понимают в технологиях, кроме того, что они тоже пользуются компьютером. и по факту бизнес хочет, чтобы его любили, чтобы о нем заботились. И, собственно, вот основное, это, наверное, вот это care, который мы можем показать как бы своим заказчикам. с другой стороны, ну, если продуктовые компании, то есть там есть вопрос, что есть конечный пользователь, и он тоже хочет, чтобы кто-то care про него, а не просто вот на мне заработали бабла и ушли как-то, ну, чувствуешь себя такой слегка с пользователями. И когда мы возвращаемся вот как бы к product as a service, то, ну, вот девелоперы и команды, они так искренне говорят, а что, вот это больше не работает? Вот мне дали задачу, вот у меня в дыре тасочки, вот я делал все вот так раз, 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 вот копал отсюда до забора, как бы перед этим кто-то проэстимейтил, почему не работает, да, ну, что случилось? А если так посмотреть, то, собственно, где-то девелопмент это 30% от продукта, то есть и команда, мы говорим про то, что команда думает про 30% от того, что мы должны сделать. И, в общем-то, большинство стартапов проваливается не потому, что у них были плохие технологии, по технологиям проваливается 2% стартапов. Два. А все остальные проваливаются, потому что плохой менеджмент, потому что плохой продакт менеджмент, проджект менеджмент, то есть, ну, вот это основные причины, почему, собственно, оно потом не взлетает. И мы до сих пор очень часто мыслим в парадигме, что вот время, деньги, скоп, посредине квалити, погнали, кто-то там шестиугольник рисует, whatever. А по факту, собственно, речь идет про value, то есть, какую ценность мы приносим, какую ценность команда приносит. Команда обычно на этом месте говорит, ну, это все прикольно, это все высокие материи, значит, вот есть продакт менеджер, продакт, проджект менеджер, вот они должны про это думать. Я больше как бы, я девелопер, я вот там читаю про код, я учу высокие технологии, что бы ко мне пристали. и тут оказывается интересная вещь, что если задуматься так немножко уйти в философию, кто для кого что делает. И, собственно, у нас есть конечные пользователи, которые, вот как Сережа сказал, мы очень часто их вообще не видим, если мы работаем в аутсорсинге, опять-таки, в любой компании есть там девелоперы, которые, они не видят конечных пользователей, то есть для них это абстрактные кони в вакууме. У нас есть заказчики и у нас есть девелопмент команда. И в идеале там должна быть синергия какая-то. То есть у них должен быть партнершип между собой. И мы говорим про то, что не кто-то, там, заказчик нам что-то заказывает, а что мы делаем в партнершипе. Что такое партнершип? Это имеется в виду, что мы берем ответственность за то, что мы делаем. То есть и в том числе мы берем ответственность перед конечными пользователями. Ну, опять-таки, команды это не хотят. То есть я как бы про это рассказываю. Со своими командами я тоже много на эту тему работаю. Но буквально вот час назад как бы случилась проблема. Конечный пользователь указал нам на проблемы в коде. Моя девелопмент команда говорит, мы сделали рефакторинг. Ну, не увидели, что там есть проблемы. Я говорю, ребята, кого собственно это должно волновать. У нас есть недовольный заказчик, который рвет и мечет и говорит, кого я должен уволить. У нас есть конечный пользователь, который тычет пальцами у нас. А вы мне говорите про то, что, ну, вот, мы все сделали вроде как правильно. сотрудник. Это вот про партнершип, про ответственность, которую мы берем на себя. И это всегда люди для людей. То есть мы очень часто забываем про то, что мы не про технологии. Мы на самом деле про то, что мы люди для людей. И это основное. и один такой немаловажный факт, который очень часто забывается, это то, что на самом деле будем мы это так назвать или не будем это так назвать. В командах есть культура, в компаниях есть культура. То есть иногда очень смешно, когда ты приходишь в компанию, какая у вас культура. у нас нет формальной культуры. Культура есть всегда. Если мы ее не описали, это не значит, что она не существует. И такие компании, как Apple, Google, то есть есть куча других аналогов, но они покупают своей культурой и то, какими идеями и ценностями собственно они руководятся за этим. То есть что важного стоит за этим. И если мы говорим про культуру, то фактически системно, то есть с одной стороны, да, у нас есть где-то там команда, но потом у нас есть организационный уровень, с которым собственно работает организация и культура организации. У нас есть более институционные уровни какие-то там как государство и так далее или там город, страна и есть какой-то опять-таки environment, в котором это все работает. И мы не можем говорить, что окей, вот мы сейчас вот тут сделаем продуктовую такую команду, она будет работать, а вся остальная у нас компания будет собственно там дальше аутсорсингом заниматься. Это так не работает, потому что завтра ты с этой же компанией возьмешь, я не знаю, себе еще одного разработчика, а он у тебя не в этой культуре, он мыслит не этими категориями, и тебе его надо опять адаптировать. То есть мы, когда мы говорим product as a service, это вопрос компании. Это можно делать на уровне команды, ну это тяжело, потому что у тебя такое впечатление, что ты все время переучиваешь людей, все время их пытаешься адаптировать. Просто потому что в аутсорсинге, там в живой команде rotation это достаточно такая частая вещь, то есть у тебя постоянно там в год меняется пару человек, у тебя такое впечатление, что ты их постоянно переучиваешь. и поэтому для того, чтобы делать что-то похожее на продукты, делать вот этот партнершип и совместный бизнес, оно должно быть культурно на уровне компании. И опять-таки, когда мы говорим про людей, то есть мир не стоит на месте, когда-то была мотивация 1.0, потом стала мотивация 2.0, теперь мы говорим про то, что мы работаем с мотивацией 3.0, когда собственно людям важна экспертность и людям важна цель. То есть даже в том же самом аутсорсинге все дальше и дальше, опять-таки, мы знаем теорию поколений, то есть меняются поколения, людям важно понимать, зачем я это делаю, то есть для чего я это делаю. Есть люди, которые, допустим, вот недавно мы собеседовали проектного менеджера, ну и мы спрашиваем, чем вы гордитесь, она говорит, вот мы делали там хеллскер проект, который, вот он спасает жизни людей, вот я этим горжусь. Вот для людей важна вот эта цель, то есть и когда их цель не совпадает с их ценностями, они могут отказываться работать, хотя по факту внутри будет все тот же код, все те же технологии, все те же agile, скрам и так далее, это все внутри остается. И если мы говорим про как бы трансформацию, скажем так, вот этого майндсета, то есть очень много моментов, мы сейчас не будем на всех останавливаться, потому что это еще час времени, минимум, но вопрос в том, что да, есть какие-то предфакторы, которые нас к этому привели. То есть система образования, которая у нас есть, как школьная, так и мидовская, которая завтра не поменяется. Компетенция информационная и как мы принимаем решения. То есть как люди хотят или не хотят принимать решения, потому что, когда мы говорим product as a service, тут вдруг внезапно оказывается, что каждый в команде должен принимать решения на своем уровне. То есть если ты middle developer, ты принимаешь на своем уровне. Если ты, я не знаю, senior developer на своем уровне и каждый отвечает на своем уровне. То есть уже нету мне, не знаю, мне сказал вот team lead на той стороне, что так должно быть, поэтому я тут ни за что не отвечаю, я код написал, сдал, прокопал траншею и ушел. Оно так не работает. То есть когда мы говорим product as a service, вся команда должна брать на себя ответственность за то, почему они так сделали, почему так написали код, почему так придумали, почему не сказали заказчику, что его решение может не очень удачное и так далее, и так далее. Опять-таки цель это то, что мы говорили про мотивацию, то есть что у людей должна быть цель. Они должны понимать, зачем это они делают. То есть не просто... Сейчас мы... Ну сейчас мы дойдем где-то до этого момента. Ну, отчасти, скажем так. Да. То есть цели, которые преследуются. Не просто пришел заказчик и сказал, что нам надо внедрить help-систему. Я говорю, хорошо, зачем? Зачем заказчику help-система? Потом оказывается, что вообще не help-система, вообще надо было какой-нибудь чат-бот внедрить. И где-то там вот вопрос, мы задали эти вопросы или не задали. То есть мы понимаем цели, для чего мы это делаем или мы не понимаем, для чего мы это делаем. Девелопер говорит, а зачем я буду про это думать? Ну, мне что не надо это думать? С одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Потому что, когда ты реализуешь конкретную фичу, то есть каждый девелопер знает, что существует сотни способов, как это можно реализовать. И так, и так, и как подойти к коду и так далее, и так далее. Если ты думаешь, для чего это, как это завтра будет использоваться, ты подумаешь, а как мне написать так, чтобы завтра это можно было поддерживать, чтобы завтра это можно было развивать. То есть вот про такую часть бизнеса мы говорим. Опять-таки, какие-то ожидания, то есть на всех сторонах, ожидания в команде, ожидания у заказчика, это все, мы не привыкли с этим работать. Для нас это очень непривычно. Придется учиться. Про мотивацию мы говорили, ну и про ответственность как бы с decision-making мы говорили. То есть это какие-то ключевые точки, про которые мы говорим в команде. И как бы с одной стороны может казаться, ну окей, взяли, значит, всех там, я не знаю, пришел проектный менеджер, продукт менеджер, два раза митинг провели, всех построили, все построились, и теперь строем ходят. Было бы хорошо, чтобы не было так плохо. Во-первых, есть очень большая дисциплина change management, которая говорит, что много для этого надо сделать, но как минимум должны быть какие-то агенты изменений. То есть это product owner, это team lead, PM, как правило, которые уже имеют вот этот майнсет, и они могут его транслировать на команду. И чем больше команда, тем, собственно, ярче должны быть эти агенты. Опять-таки, мы говорим про воспитание, ответственность. Иногда приходится просто людей воспитывать. Это больше независимости, и где-то то, что они учатся, вот, собственно, через независимость брать ответственность. Это seniority. Про seniority, когда мы говорим, у нас в outsourcing очень большая спекуляция на эту тему. То есть бывает, что там, вот я выучил три фреймворка, я теперь senior. Но когда ты смотришь, возьмет ли человек ответственность, он ее не берет. Ну, тогда не senior. Человек, который не может взять на себя ответственность, он даже не middle. Вот если взять как градацию, вот junior, это человек, которому разрешено в каких-то местах, и то не везде, не брать на себя ответственность. Например. То есть, и то же самое, не думать, зачем я это делаю. Ты не думаешь, зачем ты это делаешь, ну, ты приблизительно middle, какой ты senior. А у нас очень большая спекуляция, потому что во времена аутстафа лейблы раздавали совсем по-другому, и теперь как-то нехорошо забрать лейблы назад. Они остались. Ну, в некоторых компаниях даже пробовали, люди обижаются. Вот. Поэтому очень сложно, ну, как бы оно так кажется легко, но на самом деле очень такие непростые материи. Работа с командой, то есть HR-ная работа, вот, потому что люди начинают какие-то конфликты, они начинают волноваться, это кто-то должен успокаивать и так далее, и так далее. Работа с их мотивацией, то есть, опять-таки, если, допустим, тот же PM, DM, HR, они не могут говорить про мотивацию какого-то будущего, ну, тогда тут все печально, то есть, тогда надо с них начинать, чтобы они могли работать со своей командой. И если говорить, сколько это занимает на средней, ну, маленькую, даже маленькую команду, там, человек до 15, вот такая трансформация может занять год. В аутсорсинге хороший есть вопрос, а есть ли всегда у нас это время? И вот тут мы возвращаемся к тому, что мы должны быть культурно компанией готовы к таким вещам, потому что не всегда у меня, как там, у PM или DM есть время, чтобы код перевоспитывать свою команду. В лучшем случае, если контингент подготовленный полгода. Ну, это такие сеньорные, мачурные ребята, вот, и это, собственно, один из ответов, почему ряд продуктовых компаний не хотят брать аутсорсеров, потому что им надо мозги менять, вправлять, собственно, там, как-то выравнивать. Они не все, и не у всех поравняются, то есть, надо быть, ну, признать, что будут люди, которые все равно скажут, я хочу копать траншею. Ну, окей, ну, все равно, там, в ближайшем 5, ну, лет 5 точно, проекты, на которых надо будет просто копать траншеи, и туда тоже надо будет люди. И иногда мы просто теряем фокус, то есть, кто приносит value. Опять-таки, мы иногда заигрываемся с конкретными людьми, но по факту value приносит вся команда. Не конкретный, там, Вася, Петя и так далее, а вся команда, которая мыслит в нужном направлении. То есть, и вот, опять-таки, какие-то роли могут распределяться очень разным образом, то есть, может быть, допустим, я не знаю, тест-лид, который больше думает про бизнес, чем там все остальные вместе взятые. Если он это делает, и по факту он берет на себя какую-то ответственность продакт-оунера, ну, почему нет, то есть, мы до сих пор не настолько укомплектованы командами и кадрами на рынке, как и в компаниях, для того, чтобы полностью сказать, что мы можем иметь продакт-оунера, PM, там, всех таких вот очень развитых, и так далее, и так далее. И, опять-таки, вопрос, что мы делаем для клиента. То есть, мы постоянно возвращаемся к этому вопросу. Что мы приносим клиенту? Мы пишем код или мы несем value? Если мы несем value, какое value мы несем своему клиенту? если посмотреть на скиллы, которые, ну, вот это старая, в принципе, старая уже вырезка, где-то там в 20-м году, то есть, предполагается, что очень много будет скиллов про людей, то есть, не про технологии, вот тут очень мало, ну, как бы есть вот complex problem solving, оно где-то есть, а все остальное, creativity, people management, emotional intelligence, это все про людей, то есть, очень много надо будет скиллов про людей. И это, опять-таки, возвращает нас к тому, что мы работаем people to people, даже когда мы работаем в технологиях. и когда вот тот вопрос, а что нам теперь думать про бизнес, ну, как бы получается, что да, то есть, мы привыкли, что у нас есть технологии, и у нас есть софт-скиллы, и вот многие компании, они вот тут заканчиваются, ну, и достаточно, ну, и отлично, и тут оказывается, что у нас еще и все-таки есть какой-то бизнес development, и про это надо каждый на своем уровне, как-то это может думать, да, то есть, мы не говорим, что завтра мы отправим всех девелоперов получать MBA, не надо, но когда мы говорим с командой, команда должна получать эту информацию от продакт-тоунера, от менеджера, для чего мы это делаем, то есть, для чего бизнесу это надо, вот эта конкретная фича, для чего она бизнесу, что бизнес хочет с ней делать, и такими вот baby steps команда, она тоже формирует какую-то структуру, для чего этот продукт будет, использоваться, что бизнес с ним будет делать, и могут принимать решения на своем уровне, то есть, и у нас по факту, вот сейчас сеньоры и лиды находятся вот тут, то есть, никто не захватывает вот этот бизнес development, где-то, опять-таки, у нас есть другой разрыв, менеджеры, сейлы у нас не всегда имеют технологическую часть, но люди, которых мы хотим найти, это по факту эксперты, которые вот где-то на пересечении всех этих вещей имеют скиллы. Сейчас таких людей очень и очень мало, и, ну, поэтому, собственно, мы где-то проводим такие базовые уровни ивенты, когда мы только начинаем про это говорить. А все, что вот просто про технологии, это вот джуниоры, в лучшем случае, медлы на любом уровне. И если, мы так быстро варковаться, если говорить, что, собственно, имеет значение, это вот какой-то вот этот care, который всех интересует. то есть, и опять-таки, вся команда, она должна работать со стыком скиллов, которые говорят про ее профессионализм, про ответственность, про желание помочь, то есть, что вся команда хочет помочь заказчику. Если заказчик придет там к конкретному Васе, он не скажет, что это не моя ответственность, и ушел, и закрыл дверь за собой. Нет, он будет думать, как, собственно, решить ту проблему, которая есть. То есть, и не так, что там вот пришел заказчик, хочет от меня какую-то фигню. А почему заказчик пришел с этой фигней? Оказывается, что к нему с этой же штукой пришел конечный пользователь, потому что ему вот болит, ему что-то неудобно. То есть, а если подумать, где деньги, деньги в конечных пользователях. Ну, если так вообще меркантильно подойти, то, собственно, вот они, деньги там в тех конечных пользователях. А очень часто команде разработки очень не нравится делать то, исправлять то, что не нравится конечным пользователям. То есть, по факту пытаться заработать больше денег. И если мы говорим про роли, то есть, они приблизительно тоже получаются, что у нас есть разработка, они все остаются в команде. У нас есть команда product management, а у нас есть команда account management. Development, мы говорим, что это тестеры, девелоперы, дизайнеры, ну, девопсы, ну, да, просто BA туда. Ну, BA больше product management. Product management – это product owner отчасти, отчасти вот, PM-ы должны туда хотя бы понимать про эти вещи. Тут может быть кто-то со стороны нашей, заказчика, то есть, тут очень много людей может быть. Account management, ну, грубо говоря, можно еще написать бизнес, да, то есть, это когда люди от бизнеса, если мы говорим о аутсорсинге, это у нас проектные менеджеры, account менеджеры, то есть, все, которые вот про бизнес, собственно, говорят, такой чистый, но при этом они все между собой должны взаимодействовать и фактически иметь между собой какие-то точки соприкосновения. В идеале, то есть, это должна быть вот команда мечты, да, это команда, которая вот находится вот тут посредине. К сожалению, вот этих команд, которые мы можем построить посредине, у нас просто не хватает людей сейчас, то есть, на рынке нет столько людей, чтобы мы постоянно строили команду мечты. Ну, если подумать, а что, собственно, с этим делать, ну, вот, надо просто брать и пробовать, то есть, берем команды, пробуем, оно не просто, и, ну, я делаю эту трансформацию не раз, оно действительно не всегда получается, но возможно. Да, вопросы сказали, будут в конце, поэтому я возвращаю микрофон с Сережей. Что бы хотелось подвести, в общем, мы соединили вот с Таней вместе две части, одна критичная часть, это часть понимания бизнеса, да, потом, которые перекладываются в скиллы, о которых Таня очень много рассказывала. У нас системно, во многих наших компаниях, чтобы делать product-to-service, product-development, чтобы соучаствовать в этом и чувствовать себя причастным. например, в лично тоже до сих пор одним из своих больших достижений, я считаю то, что я, вот, мы делали новый кардиостимулятор для одного из наших заказчиков, да, вот, и мы вот сначала до конца его выпустили, запустили в лист, я до сих пор с горностью об этом рассказываю, только потому, что мне будет приятно быть причастным к чему-то значимым в этой жизни. Вот. и понимать, правда, скажу честно, мы тогда далеко не все понимали, как их бизнес работает, но мы тоже растем все, да, вот, если мы не будем пробовать что-то нового, если мы не будем выходить из сона комфорта, ничего не получится. Первое, это понимание, как вообще вы этот процесс, кто будет спрашивать о бизнесе, как вы будете знания получать, как вы их будете использовать, вот, а вторая часть, то, что говорит Таня, мне очень, знаете, напоминает, вот, есть родитель, взрослые дитя, модель психологическая, вот, которую мы очень часто меняем, да, родители, когда мы учитываем там кого-то, дитя, когда я не знаю, все, все, я закрылся и так далее, и взрослая позиция, это когда человек может себя трезво оценивать, вот сейчас я здесь, у меня вот это хорошо, вот это плохо, я буду с этим что-то делать, вот, людей можно менять только из взрослой позиции, и они когда находятся в взрослой позиции, если вы только начинаете, и вот много о care, о responsibility и так далее, это именно оттуда, то есть собрав, и причем взрослая позиция никак не связана с возрастом, и опытом, вообще никак, вот, есть люди, которые из детской позиции не выходят никогда, и кстати детская позиция очень часто, это вот этот человек, я не знаю, я свой код написал, и теперь, вот, типичная, абсолютно идеальная позиция детская, я, вот, пуговицы пришил, и поэтому мы знаем, что рынок будет двигаться туда, ну, пока сейчас тенденции есть, вряд ли это похоже на хайп, ну, потому что о хайпе все кричат, а тут никто не кричит, и тихонечко, медленными шагами туда продвигается, вот, и в наших компаниях будет появляться больше, а это, вы знаете, для меня чем хорошо, несмотря на то, что я работаю в уферсинговой компании, сейчас, для меня хорошо, в Украине появится больше продуктов, если мы будем учиться делать продукты, если мы будем учиться делать сервис хотя бы даже в уферсинговых компаниях, мы в конце концов научимся это делать, а может не вот не прямо сейчас, вот, у нас появится инфраструктура, у нас появится это, кто-то мог, там, 15 лет назад не мог подумать, что уферсинговая компания станет там локомотивом IT-бизнеса в Украине, да, ну, жили там все пацаны по подвалам, короче, что-то там писали, вот, а сейчас это один из вещей, поэтому я думаю, все-таки это придет, и если вы будете думать об этом, вот, давайте думать вместе, приходите, рассказывайте с нами тоже что-нибудь, меняйте людей, я бы, все, все, мы же все равно знаем, люди заходят между нашими компаниями, все равно, вот, одни обучат одних, другие других, они будут эти скиллы переносить, и все будет хорошо, вот, ну, было бы глупо думать, что так, так не происходит, вот, и, и поднимая общую сознательность, поднимая общие скиллы, мы в целом будем двигаться вперед, если вдруг, теперь, вот, еще раз хочу вам сказать, большое спасибо, а теперь мы можем послушать вопросы, Таня, вставай, второй микрофон, а как мы будем его делить, а тогда мы сделаем вот так, мы будем в него вот так говорить, по крайней мере, вот так можно передавать, все, ребят, можно задавать вопросы, поднимайте руки, Андрюха, приносит микрофон, и вы только говорите, кому больше, Сережа или так, вот там он будет, вечер добрый, включен, да, да, понял, окей, зовут Ростислав, у меня вопрос к Татьяне, Татьяна, вы рассказали интересный момент, у меня вот, как бы, это все правильные, важные, нужные, идеальные вещи, у меня вот такой вопрос, несколько, можно уж несколько, сразу, вопрос номер один, да, я понял, вопрос номер, я просто думаю, пока дождался, они уже забылись, вопрос номер первого, у вас удалось достичь вот такого подхода, таких людей в команде, и за который период, и за который период, вопрос номер два, вопрос номер два, запомню, запомню, вопрос номер два, скажем так, какие шаги, какие вы делали для достижения этого в своей команде, что вы предпринимали, вопрос номер три, было ли у вас на это полномочия, и четвертый, что вы делали с людьми, которые не принимали такого подхода, в принципе все, спасибо, 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 ответ на первый вопрос, то есть приблизительно это занимает год, и я общалась с другими людьми, сколько у них занимает, они кивали, говорили, что да, приблизительно это занимает год, такая вот перестройка, чтобы команда начала отвечать, брать на себя ответственность, и с этим всем работать, да, я так и забыла, что было дальше, что вы делали для достижения этого в своей команде, с командой приходится работать постоянно, то есть это не такая разовая акция, там я пришла, тумблер включила, теперь мы думаем про продукты, все счастливо разбежались, то есть тут приходится работать постоянно, и, ну, такие непопулярные вещи, когда ты там собираешь всю команду, и говоришь, вот сейчас мы поговорим про продукт, допустим, там, вот наш BA или Product Owner сейчас нам расскажет про продукт, команда такая сидит, играется в телефонах, как бы, то есть ты киваешь, думаю, сейчас всех убью, но при этом они все слушают, кивают, то есть, оно как бы, ты просто воспитываешь культуру в команде, и они так раз поиграются в телефонов, два поиграются в телефонов, но что-то в головах у них остается, и они уже потом, то есть вот начинают думать, что да, вот что-то я слышал, что будет там, я делаю эту фичу, а Вася делает вот ту фичу, и как-то вот оно должно между собой коннектиться, да. Я бы добавил. Да. Я бы пример хотел один привести, можно пример один привести, если вы думаете, что в продуктовых компаниях не так, ну, любая команда, она на самом деле, по деколту не берет на себя ответственность, и не живет вот этим. Вот что бы я хотел добавить, даже когда в продуктовых командах выстраивали эту культуру ответственности, да, вот, люди должны понимать связь, они им не просто рассказывают, а есть вот техника, когда ты говоришь, так вот сидят они все, и говорят, что ты думаешь по этому поводу? А Игорь только из телефона вылез такой, у него просто триггер на слово Игорь, он поднимает глаза, Игорь, что ты думаешь по этому поводу? Игорь говорит, да, я согласен с предыдущим оратором. Ты говоришь, Игорь, а с чем ты конкретно согласен? Ну, мы же уже не первый раз с такими людьми сталкиваемся, да, Игорь, а с чем конкретно ты согласен? Вот, и эта техника, она везде точно так же будет работать. Потом говоришь, ребята, вы приняли это решение, вы все с ним согласны. Знаете, что такое молчаливый консенсус? Все с ним согласны, да, есть кто возражает? Делаем. Ну, да, вот, и для того, и, чем больше людей вообще там, на 12 человек вообще никто не хрюкает даже, так понимаю, вот, и, и есть, есть обратная техника, вот, пожалуйста, каждого человека по кругу, говоришь, я согласен, мы будем делать вот так, потому-то. На третьем человеке это все происходит, и очень интересно, сколько он будет такой, я не согласен, с этим делать, а я говорю, а что ты молчал? вот, потому что, ну, это техники консилитации принятия круговых решений, которых ты сознательно поднимаешь на уровень сознания взрослых. то есть еще вещи, которые вот на моем опыте работали, это любое, как бы, прикосновение к чему-то ближе к конечному пользователю. То есть, один вариант, это, ну, поскольку был внутренний продукт, то есть, можно было просто программиста послать к конечному пользователю. У него после этого мир менялся. То есть, все поменялось, вот, и он увидел, как эти люди пользуются, он не думал, что это программа вообще, которую он написал, можно было так пользоваться. Не всегда есть доступ к конечным пользователям. Вот, буквально недавний случай, поехали с темлидом к заказчику, то есть, ну, при этом, как бы, была такая, у темлида какая-то, ну, мысль такая, что вот, они там на нас наезжают, чего-то, они неправы, и так далее, на той стороне. И он пошел с темлидом с той стороны, вот, они поговорили, и в этот момент кто-то приходил от суппорта, и наш темлид, увидел, собственно, что происходит на той стороне. К концу визита они уже были чуть ли не лучшие кореша, то есть, с тем темлидом, потому что он понял его боль. Он понял, как это происходит, откуда эти странные, как он думал, какие-то странные реквесты, они такое, что-то от нас хотят. А тут вот, оказывается, как оно все происходит. То есть, и от команды, от команды не надо это скрывать. Очень часто, как бы, мы пытаемся думать, что это не, ну, то есть, зачем нам, девайлоперам, рассказывать, как происходит спорт, как там бизнес происходит, как оно все происходит. Вот это надо рассказывать в команде. И вот постоянными такими рассказами, постоянными, допустим, практиками, что либо мы в конце ревиза делаем демо-сессию, если это большой продукт, и каждый делает маленький кусочек, либо, допустим, мы периодически делаем демо-сессии, когда собираем всю команду, и они слушают про продукт. Кто хоть немножко сталкивался, собственно, с такой штукой, как Scalable Agile Framework, там уже в Framework зашита эта вещь. То есть, оно зашито, что мы все говорим про бизнес два дня, вот закрываемся всей командой, даже если это, да, все 150 человек, и слушаем про бизнес, то есть, и что это приносит value. Вот это уже признано на уровне каких-то тест-практис на данный момент. А там, что у тебя полномочия? Полномочия, как правило, если мы говорим, что такое product as a service, это значит, что вся разработка на нашей стороне. По факту, тогда это значит, что у нас есть полномочия, если мы, как компания, как команда, берем на себя эту ответственность. Можно повторить, просят. Так не получится, конечно. Были ли у вас, я имею в виду, полномочия, как у product owner или project manager, delivery manager, кем вы выступали тогда, грубо говоря, назначать встречи, говорить, вы завтра, мы завтра выезжаем куда-то, мы идем туда-то, мы не работаем, мы делаем то, то, то. Записать, да, это? Потом в аутсорсе отчитайтесь перед конечным клиентом, мы совещались, а не код писали, то есть оплатит ли он это. Смотри, вот хороший, и почему людям очень сложно выйти из этой позиции, потому что, ну, чаще всего взрослую позицию, вот такую, ребята, мы себе направили, она очень редко заканчивается какими-то артефактами, которые клиент может увидеть, да, и потом у нас получается типично это, мы размазываем часы, да, пытаясь это, вот совсем не взрослая позиция, да, ну, мы пытаемся что-то скрыть, вот, и я понимаю, почему это происходит, я не говорю, что это плохо, это, это, это часть нашего бизнеса, да, вот, так вот, когда, каждый раз встает вопрос такой, например, вы что, неделю планировали, ну, тоже приходит человек, я говорю, вы что, неделю планировали, что-то вы вкурились, вот, неделю планировать, у вас через 4 месяца спринт, неделю планировать, я говорю, вот смотри, вот, я, не дадут ребят собрать, собрать, что-то было здесь, мы, вот за 2 дня, тренинг небольшой, короче, вот, мы брали несколько продуктов, внутренних и внешних, для того, чтобы их создать, в родмэп, да, цель нашего споняя, это, вот, отписать бизнес, в этой вот, мы 3 продукта, из 4, за пивотик, ну, то есть, изменили полностью, целевую аудиторию, и так далее, просто тем, что обсуждают, мы говорим, дорогие клиенты, в конечном итоге, из вот этого, получилось, вот это сделать, для этой целевой аудитории, непонятно потребно, мы вас тоже прощаем, они могут с нами быть, это же не значит, что мы их, раз, если будут конечные пользователи, вообще будут, вот смотрите, получается, туда не подходит, вот результат нашей работы, мы только что сэкономили, примерно, 10 месяцев работы, 10 месяцев работы, это не то, что мы, вот, за неделю, бухали, может, мы, кстати, иногда и выпивали, но это же не значит, что мы не принесли в эли, это наша, очень, сервисная, ментальность, о том, что оплачиваемые часы, это работы, это жоп-часы, проведенные напротив компьютера, желательно с открытой ИДЕ, вот, ну, вот, нет, так и есть, жоп-часы напротив ИДЕ, все, 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 а каждый день задать себе вопрос, а вы или это такое, придет? Ну, здесь, наверное, такой момент, про который мы часто забываем, люди любят, когда говорят про них, а не когда мы говорим про себя, и вот с клиентом точно так, когда мы с ними говорим про их бизнес, они столько всего расскажут, про свою боль и так далее, то есть, если они видят, что это потом внедряется куда-то, собственно, в продукт, то есть, что кто-то care про это, они не будут говорить, что мы там с вами зря, помнятинговали всей командой, сейчас, потому что клиент чувствует, что кто-то думает про его бизнес, а если мы приходим, и мы говорим, мы там говорили про, ну, мы не виноваты, мы делали рефакторинг, типа, это вы сказали, поэтому мы сделали, вот когда мы говорим про себя, это никого не интересует, а когда мы говорим про них и про их бизнес, любой клиент счастлив с тобой пообщаться по бизнесу, есть разница с энтерпрайзами, конечно, с продуктами, которые там… Их тоже, не забывайте. С продуктами где-то попроще, если мы говорим, приходится ли людей убирать с команд, и да, и нет, то есть, если это какой-то junior developer, у нас, ну, есть еще какая-то, в принципе, мысль про то, что он воспитается, да, у него есть шанс, если это, например, team lead, который вот я копаю отсюда и до забора, и клевал я там на весь ваш бизнес, я хочу только копать, ну, скорее всего, sorry, как бы мы найдем другого типа да. То есть, это не просто, мы, допустим, сейчас вот, ну, целенаправленно ищем компанию, PM-ов, которые могут делать product as a service, куча людей проходит, которым мы говорим нет, то есть, и в том числе, даже по soft skill-up, то есть, потому что мы понимаем, что они, как бы, да, они знают страны, не знают agile, но они культурно не вольются вот в это все, то есть, они не смогут так работать. Это очень видно, когда человек приходит, с PM, я как бы больше с PM, у меня работают, например, про PM-ов, он приходит, там, как вы работали? У меня было 10 FTE. После этого можно сказать, спасибо, до свидания. То есть, если ты говоришь человеку, а что ты делал, он рассказывает, мы делали там какие-то прикольные проекты, или я делал проект про то-то, вот уже человек думает про продукт, думает где-то, кто-то говорит про бизнес, это уже уровень матюрити, уровень скиллов, тут как бы мы аккуратно подходим, но вот те, кто как бы 3 FTE, 7 FTE, а чего ты хочешь достичь, чтобы у меня было 30 FTE? Супер достижение. Ну, как бы, да, есть до сих пор вот статинг, да. Еще раз хочу сказать, ну, то есть, посмотрите, не все наши компании станут продуктовыми, да, не все к этому готовы, а даже те, которые попробуют, не обязательно будут успешны, ну, вот, вот прям всего, нельзя отрицать, то есть разные модели получения бизнеса, хорошая, вполне себе, честная модель делать таски, технически, еще раз я скажу эту смысл, она не отрицает ее, да, если вы хотите что-то нового, пожалуйста, вот, если вы хотите куда-то двигаться, это одно из направлений, вы можете забить вообще и уехать на Бали, или куда все эти... Здравствуйте, меня зовут Ярослав, я бывший сотрудник компании DotaArt, как бы, ушел отсюда тоже в момент, когда еще продукт-аза-сервис не нужен был, востребован, и это как раз проблема, вопрос, который я хочу поднять, это вопрос, который был причиной моего, тоже в том числе ухода, и самой концепции, которая здесь была описана, я сейчас, я вообще сейчас, ну, немножко отношусь к продуктовой компании, немножко со всем, и тоже поддерживаю, что было здесь сказано, но я сейчас попробую поиграть оппоненту, вот, да, и задать вопрос, то есть, ну, тут я не смогу это сформулировать, как вопрос, я просто скажу, что у меня сейчас есть определенный подход, что есть джун-девелоперы, там, даже вплоть до тем, вот, да, на самом деле, и вот этот вопрос вовлеченности, то есть, человек понимает, что он делает, он вовлечен, он болеет за продукт, он знает пользователей, знает жертвы продуктов, знает пользователей продуктов, знает, что, для чего, почему, как это делается, это преподносит то, что человек начинает генерировать идеи, ну, у меня так получается, что у меня, я же разрабатываю продукт, я же бизнес-оунер, и у меня бизнес такой, что я, ну, не сильно, мне не сильно там care about рынок который вокруг меня происходит ну специфика такая есть определенная ниша в которой я за столбился и такого не будет и мой подход к тому что я и сейчас я пытаюсь это переломить это на это будет требуется времени и сделать так что было вовлеченность но второй вариант когда человек не вовлечен а значит не болеет душой то есть не вкладывает части ты себя на самом деле я хочу сказать что он имеет право на жизнь по той простой причине что человек когда он вовлечен он может генерировать идею и эта идея не обязательно будет включена в продукт конечно и это вызывает у человека такую боль что вот его не услышали его не там не донесли как с этим бороться и можно ли просто жить типа вот ты просто копай чувак вот не надо задумываться бери таски сверху просто копай можно лежить просто копай там можно второй вопрос как как жить с тем что люди которые начинают быть соуча ну причастными да они генеат кучу фич вот а потом их не делает они говорят вы меня не слушали а не дай бог это фича потом когда то появится открыто я вам говорил тварь его через два года на самом деле это работа со взрослыми опять же в со взрослости когда становишься продакт менеджером первое ужасное разочарование в этой профессии приходит знаете когда это понимаешь что в 80 процентов таких вообще мусор вот и вот прям при 80 процентов таких вообще мусор 20 процентов все надо копать и чем больше ты горишь этой идеей тем больше шанс что она плохая это это прям все у меня есть прям вот знаете вот в советском союзе было правило трех гвоздей перевешивать так каждый раз когда она не так просто появилась вот люди которые приходят на эмоции не влюблены в что-то во что-то не в кого-то во что-то данном случае у нас будет фича мы завоем вселенную давайте вы бросайте все нахрен давайте сегодня вот в этот момент лучше продакт менеджер делает только паузу только вас хорошо сейчас давайте распишем вот у нас есть формочка которая за полный давай вместе со полной почитаем какие теперь мы будем и и в этот момент его человека из эмоционального состояния он не выйдет вот прям сейчас из эмоционального состояния он убежит попрыгать а ты пришлюсь слушай слушай я короче тут пошел еще в отдел маркетинга нашу что-то мы считали считали нифига мы с юнит экономикой не сходится короче ты предлагаешь пользователей по 30 долларов привлекать а у нас лтв 4 крыш мы чё себе в минус будем работать говорит как по 30 ну вот я посчитал вот этот в этот момент и человека когда он на эмоциях уже отбросит и ты понятно и ясно дал понять почему на основании чего у тебя принимается приоритет а когда у вас принимается приоритет фичи потому что вася так сказал или потому что петя так сказал то те которые не вас и не петь они будут пожизненно обижены вот а когда есть это эта система то есть во первых люди должны понимать что идея продукты большинство из них не валитны а второе какая система принятия решает я думаю комментарий прокопать ну надо понимать что наша постсоветская ментальность она завтра не поменяется у нас системно уничтожали предпринимателей и они завтра вот они появятся поэтому иногда как бы просто там я подхожу цинично как проектный менеджер я говорю значит так повышение зарплаты зависит от вовлеченности все завтра у нас вовлеченность как бы иногда надо сделать стимул а потом на самом деле люди в это вовлекаются да то есть ну опять таки как дети там то есть ты чтобы их что-то научить ну они должны сначала как-то вот пинаться а потом даже нравится они вовлекаются сергей у меня вопрос к вам больше по продуктовой части я думаю вы согласитесь что успех продуктовой компании он больше зависит от глубокого понимания цели задач конечного потребителя пользователя вашего продукта собственно скорее да скорее да скорее но ты большинство здесь присутствующих разрабатывают продукты для очень далекой аудитории которая имеет другой культурный background ментальность это совсем другие люди и вот ваш пример со снабчатом сюда же мы слабо понимаем эту аудиторию вообще надо нас дико и вот с высоты вашего опыта вы можете сказать как построить процесс продуктовой компании чтобы от работы с такой с такими рынками с такой аудиторией было эффективно что но чтобы не было тысячи итераций понятно что тестами можно рано или поздно дойти до какое-то решение но это все равно время и день любую экспертизу если у вас есть деньги можно купить я например я очень сильно не повезло или привезло фиг вы знаете я живу на кипре последние несколько лет вот и и там абсолютно другая ментальность людей а еще другая и вот продуктов вы на кипре никогда не появится умер просто никогда вот и вам не понять пока вы там не пожили оказывается там во первых у всех есть машины а вторых там нет полиции поэтому вот проблема пьяный водитель там не существует все посидели в кафе разъехали все уехали ну вот вот на своих же машинах всем 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 хорошо вот поэтому для того чтобы вот разрабатывать эффективно на те рынки да вам всего лишь надо контакт на какую-то целевую аудиторию 10 20 50 мы например вот даже в где сидят люди и нанимаем локальных хотя бы комьюнити менеджеров на вот-вот ребята вот сумка себя комьюнити менеджер в те которые с пользователями саппорта будет общаться вот рядом с ними сидеть он понимает половину шуток который мы считаем что они надо не издеваясь это не так пишет вот и точно так же интервью пользователей а как как они решают эту проблему вот наблюдение у нас кстати многие недооценивают интернета вот и ту и тулок вы можете наблюдать за тем как человек пользуется вашим сайтом это кстати очень недорого на он полностью логит все его активности вот и это делает это конечно не решает проблему вашей абсолютно ментально это решает скорее проблему того что вы видите в чем разница в поведении сиди садитесь и смотрите ну за это же платить не будут ты понимаешь вот вот в той ментальности которые мы говорим ребята и для этого нужен механизм мы строим гипотезы первые ребята у нас есть гипотезы о том что и подтверждает данными поведение разное у этой группы и вот это давайте посмотрим как они себя ведут и что мы из этого может это ну вот вот первое смотрите наймите локальных людей и говорите с локальными пользователями лучше пусть локальные люди говорят с локальными пользователями, вот, а если нельзя, хотя бы вы говорите с локальными пользователями. Я расскажу вам очень одну интересную штуку, когда, ну, как вы думаете, сколько стоит опросить директоров, ну, каких-нибудь предприятий, вот, ну, не SEO, да, вот, а уровня директор, там, VP в американских компаниях, которые там payment занимаются, ну, типа PayPal и так далее. Вот, 10 человек стоит опросить 2000 долларов. Знаете как? Пишется письмо. Я участвовал в одном стуке. Пишется письмо. Говорит, дорогие мои директора, мы тут проводим, ну, опрос, да, вот, какие там потребности будут у продуктов до 2020 года. Ну, не знаю, там, платежные системы будущего и так далее. Вот. И мы понимаем, что мы ценим, ну, там, ваше время, все дела и так далее. Вот 200 долларов мы за, вот, мы просим вас 45 минут, 200 долларов мы переведем на благотворительный фактор, который вы укажете. Ну, чтобы заплатить, ну, как бы, нам стыдно предлагать вам денег, да, мы 200 долларов переведем. Конверсия 10 из 10 ответов. То есть, главное поставить себе задачу, как это решить. Ну, вот, и он находится далеко. Ну, поговорили, и ко мне тоже пишут, мне так было стыдно им ответить не хочу. И ты такой, ой, шоу, твари, короче. Не, понятно, если, как в этот момент, понятно, что если все начнут это использовать, будет так. Просто мы всегда очень переоцениваем, да, возможность доступа к этой аудитории. Ну, то есть, вот, сложность доступа к этой аудитории. Мне кажется, нет. Меня зовут Олег, из DataArts. Бачу ту трансформацию, про которую ты говоришь за последние 3 года на DataArts и так далее. И так далее, в других компаниях. У меня есть вопрос на рахунок, где браку кадров, где этих людей взять. Приведу такий приклад, что часто мы в таком, скажем, ментальности кастовый IT, и мы думаем, что тот, кто не в IT, то все, тот ничего не сможет. И, например, есть много продум-менеджеров, они называются по-другому бизнес-аналитиками, например, тех самых банков, страховых компаний, которые занимаются развиванием банковских продуктов или каких-то других вещей. И 90%, когда они шлют свои резюме, например, IT-компании, которые, возможно, еще не перестроились на продаж-менеджмент, говорят, что они не имеют в IT, все. И досвид мой такой, что те, кто попали каким-то чудом в IT, 100% они стоят нормальными продум-менеджерами, и так далее. Вот как тот ментальный, скажем, подолатый такой наш жалок кинозе. Я... Как это? Вопрос очень общий получился, да? Он, к сожалению, решается... Ну, то есть... Сейчас попытаюсь... Людей надо учить. Вот. У нас в Украине нет ни одного института, где учат продаж-менеджменты. Да. А вот, кстати, в Штатах есть уже. Это профессия. Потому что у нас мало создавались продуктов. У нас в основном как-то менеджмент организации, маркетинг какой-то. А вот продукт-менеджмент как дисциплина, она на самом деле не существует. Поэтому где брать, только учить на собственном опыте, на собственных шишках. Подсматривать за западными коллегами, что-то адаптировать, что-то переделывать, посматривать за восточными коллегами, а не просто другие, а это очень хорошо иногда меняется сами. Вот. Это ответ, где их брать. Сколько учить. Ну вот, все, рынок просто примерно точно таким же вопросом задается IT все сообщество Украины, где их брать, потому что, Дима, у нас 100 тысяч, 120, сколько там оценки нового айтишника. А все в один голос заявляют, что еще нам процентов 50 легко продали. Вот. То есть у нас в целом рынок ненасыщен ресурсами. Это первое. Второе, вот тут ты прав, и я с тобой соглашусь. У меня есть несколько примеров, когда люди не из IT, из маркетинга. других организаций очень хорошо приходили в роль продакт-оунера, продакт-менеджера. Вот. Более, технорей, которые у нас есть, вот, подсаппортить этих людей очень много. Вот. Им, правда, сначала надо дать порогам, чтобы они этого человека не гнобили. Ну, приходили тут гуманитарии, вот все вот это вот. Вот. Когда ты ставишь, когда этот человек показывает свою ценность для команды, когда он начинает это делать, уже это происходит, и вот этот ментальный... Ну, блин, это как дедовщина в армии. Вы понимаете, люди, которые на год старше, они ничем не лучше. Вот. Ну, вот они просто ничем не лучше. Выборка абсолютно одинаковая. Просто они там уже были, и поэтому они считают себя более правыми. И это как раз задача менеджера любого уровня. Это убирать и этих людей правильно вводить. Главное, чтобы они вот этот скиллсет затянули туда. Ну, ответа простого нет. Пусть они пройдут курсы там трехдневные по скраму, да, и станут вдруг айтишными. Ну, нет. Ну, вот вопрос, где их брать, где-то раз в месяц я с кем-нибудь встречаюсь, с компаниями, садимся и думаем, где их брать, где взять PM-ов, потом в следующем месте забрать обеев, где будем брать. То есть, ну, опять-таки, вот проучить, да, берем где-то потенциальных людей и учим, то, что в IT есть определенный снобизм, да, он есть. То есть, ну, вспомним какое-то там начало двухтысячных, когда появлялось тестирование. Я просто пришла и с тестирования выросла в менеджеры. И, собственно, тогда была такая же ситуация, как сейчас где-то с продуктовыми, там, с тестерами была такая ситуация. Их не было. Где их брать? Как бы программисты вот не любят этих нетехнических бездарей. вот, то есть, ну, при этом успешно, то есть, ну, я пару десятков, наверное, успешно тестеров научила. Из них вот было очень много нетехнических людей. И, ну, оно есть. Я думаю, что оно потихоньку вот будет, как бы сейчас нормально, там, что люди переходят в тестеры, в дизайнеры, как бы из нетехнических профессий переучиваются, программисты переходят, там, из нетехнических профессий, то есть, не знаю, есть знакомый бывший полицейский стал дебишником, как бы все у него отлично. И этого уже нету вот в этой части. А вот в верхнем слое оно еще есть, да, то есть, на каждой, на каждой PM-конференции кто-нибудь приходит и говорит, вот как мнение техническому PM-у зайти в IT. То есть, ну, вот войти в IT у PM-ов этот вопрос каждый раз звучит, как бы… у тех подгорает, у тех, которые уже… О, боже, понаехали. Опять-таки, когда ты… все через успешные кейсы, то есть, когда ты показываешь, говоришь, вот там сегодня на конференции, вот этот, как бы, дядька, вот сходи к нему, он не технический PM-он тебе расскажет. И люди начинают верить, начинают вот так идти. То есть, должно расти комьюнити, опять-таки, да, пока что я вижу, что это комьюнити по продакт-менеджменту, по-моему, серб начал билдать, какие-то там ивенты регулярные, что-то такое. То есть, должно расти комьюнити и просто должен рынок привыкнуть к этому. Моя кошка тоже сначала боялась пылесоса, а потом ничего втянулось. Да. Если софт касается безопасности или надежности, то здесь два противоречия, о которых хочу сказать. Value состоит в том, сколько людей выжило, например, если они использовали этот софт. И чтобы его переделать, нужно затрат больше. То есть, бизнес в чем-то где-то там проигрывает, например. И как решается эта противоречия? И второе, если допустим, есть человек, который попадает на пересечение трех кружков, он знает определенную методику или что-то в секрете, который он или он знает особенности механизмов, которые работают и знает где они могут быть проданы людям. Как ему себя порадовать? Если он работает в конторе большой, он может подойти к PM и сказать наушко ему вот можно так, 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 и тогда его могут оценить. Но если он допустим не в большой конторе и он на рынке, как бы в океане интернет, ему сложно сказать, ну да, я product manager, но то, что я знаю, я никому не скажу, потому что если я выложу это, то якобы пропал. вот два противоречия как это все. Да, я подумаю, да, когда мы говорим о сложных системах, амбелле и так далее, я удивился очень, в медицине давно уже особенно западной, есть понятие стоимость ошибки и стоимость жизни, она приведена к долларовому эквиваленту, простите меня, пожалуйста, они примерно знают, сколько стоит им в судебных и всяких распирательствах, если человек погиб, все давно уже рассчиталось, и когда мы говорим, это отдельно, да, был сайт такой, а теперь, когда мы говорим о продакт менеджменте, господи, дай нам, пожалуйста, сил и терпения научиться делать 99% проектов, которые не про это с продакт менеджментом, а потом, может быть, мы научимся делать и их. Ну, ты понимаешь, чем я говорю, да? Вот, я не, я очень люблю инженерные комьюнити, потому что всегда люди спрашивают в корнер кейсис, да, это же сценария, у нас, хотя все не любят тестировщиков в прошлом, да, крайние кейсы все время спрашивают, а что вот будет, если, ну, не делайте, делайте, как раньше там, ну, например, мы еще не доросли, надо, надо понять, вот я сейчас вряд ли пробегу марафон, вот полмарафон еще пробегу, а марафон нет, я просто физически и морально к этому не готов, да, вот, и не надо себя корить, что вот, я не пробегу полмарафон, значит, я еще не буду ничего делать, ну, вот, или, о боже, нет, конечно, есть такой марафон или там ультра-марафон, который я точно не пробегу вообще никогда, или что, мне теперь не заниматься этим, что ли, это раз, ну, вот, вот, мне кажется, мы очень сильно сконцентрированы на крайних сценариях, да, и, и, вот, я америкосов за это очень люблю, у них вот ментальность как раз другая, решите основные, крайние уже там будут, будем как-то по ходу разбираться, вот, решите основные сценарии, вот, это, наверное, первый и самый важный, а второй был про, как заявить о себе, о том, что я продакт-менеджер, чаще всего это случалось, люди начинали делать эту работу на текущем месте, это ужасно звучит, вот, но чаще всего люди становятся именно тогда, когда я начинаю делать, я вот, когда девелопер, сейчас будет плохо, но я надеюсь, мы уже не пишем, да, ты же не бей, ну, значит, в окно уже не выходишь, все нормально, вот, приходит человек, он девелопер, и говорит, поставь меня на позицию project manager, я там буду учиться, и тут у меня наступает, слушай, говорю, Игорь, ну, почему ты, Игорь, сегодня ко мне пристал, ты, Игорь, мы когда тебя брали на работу, ты же не пришел, мне сказал, чуваки, я просто нормальный человек, вы меня возьмите, я стану программистом, ты же сначала стал программистом, а потом мы тебя взяли на работу, логично, логично, почему ты придешь, скажешь, я хочу быть product manager, при этом не начав ничего делать, да, и тебе скажешь, точно становись product manager, ну, и походу научишься, не, 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 не находите разницы, да, вот, потому что есть немножко фальшивая ситуация, людей, которых мы берем с рынка, там, словно, мы сначала бросим быть product manager, а потом берем, а людей для своих, вот, и поэтому единственный способ заявить о том, что вы это умеете делать, это это делать, вот, не обязательно это делать открыто, и с завтрашнего дня забирать все на себя обязанности product manager, и говорить, вот, тем более вы надорветесь, ну, в такой попытке, все, а давайте я с сегодняшнего дня буду, по крайней мере, разберусь, какие есть бизнес показатели, и как они их вообще считают, а у нас только приходишь, только о бизнесе говорят, ну, бизнес показатель у нас единственная прибыль, а вот, вот между вот этой магией и прибылью, какие промежуточные этапы есть, они говорят, ну, не знаю, и говоришь, а давайте посмотрим на них, вот, я прочитал там умную статью, ребята предлагают трекать операционный бизнес, ну, это условно, я сценарий какой-то, и тогда получается, что вы постепенно забираете какую-то часть роли, вот, и не важно, это большая или маленькая компания, я начинал свою продакт-менеджерскую роль в компании в 15 человек, вот, просто ее никто не подбирал, а меня туда взяли, вы не поверите, сейл аккаунт менеджера, ничего общего с продакт-менеджером, в принципе, нет, я просто увидел, есть такая штука, она, никто не понимает, куда мы идем, мы делаем хороший проект, да, но не понимаем, куда идти, все, если Таня что-то добавит, на самом деле, надо понимать, что есть, вот, что остается там, 90% проектов мы будем делать, есть какой-то процент, который не будет так работать, как вот мы все красиво рассказываем, например, идеально, да, то есть, ну, я, например, ну, да, я работаю, ну, у нас в Татарте большая финансовая практика, да, то есть, я туда отношусь, мы занимаемся финансовыми проектами, надо понимать, что это там глобальные банки, что это какие-то биржи, то есть, есть, там есть куча регуляций своих, да, у нас есть хеллскер практика, где, опять-таки, тоже про хеллскер, про секьюрити, там, своих куча регуляций и так далее, и мы можем в какой-то момент упираться, что вся вот эта вот наша красивая теория разваливается просто в реальность, но тогда уже включается такая вещь, как бы, как, собственно, профессионализм product менеджеров и project менеджеров, которые тюнают процессы и тюнают все, что происходит в команде под ту реальность, которая есть, то есть, ну, опять-таки, есть военный сектор, где вообще там все по своим правилам, да, то есть, и мы можем там сколько угодно хотеть, и они скажут, да, мы вот так работаем, точка и до свидания.